Иван окончил Белорусский государственный университет по специальности актуарная математика. В Житковический район приехал месяц назад. Не по распределению, а по собственному желанию. Говорит, что сельское хозяйство это его увлечение. На предприятии Приозерская Агра будет заниматься оптимизацией производственных процессов. Дома в Минске остались родители и четыре сестры. Иван старше. Сейчас молодой специалист живет в райцентре. Тут ему дали арендную квартиру. В целом я прохождил ознакомление с хозяйством. В будущем моя работа актуарная математика – это использование методов математического моделирования для прогнозирования событий, каких-то оценки и построения моделей. И в целом я буду заниматься оптимизацией каких-то процессов в целом производственных. Меня всегда тянуло на природу. Вот люди сидят в компьютерах, и я сидел в детстве в компьютерах. А вот так захотелось на природу поехать. Минское унитарное предприятие «Молочная правда» выкупило два хозяйства в Житковичском районе – в Дяковичах и Дуброве. Сейчас в Дяковичах строят фирму, аналогов которой нет ни в Беларуси, ни даже в СНГ. Здесь будет подогрев пола для телят, кондиционирование воздуха, система орошения коров, скреперы для удаления навоза и много того, что облегчит труд персонала и условия содержания животных. Подстилочным материалом будет служить сепарированный навоз. Кормовых площадей тоже пока хватает. Важно, чтобы каждый гектар давал максимальную отдачу. В прошлом году, например, посеяли 200 гектаров немецкой травы «Лансбергер». Она обладает питательными свойствами, содержит много белка и сахаров. На 800 гектарах растет люцерна – это высокобелковый травянистый корм, который позволяет экономить на покупке концентрированных. Уже в сентябре представители предприятия отправятся в Германию для покупки скота. До 1 октября строительство фермы должны завершить. Первое молоко планируют получить в феврале. На проектную мощность собираются выйти уже через год. Весь и объем молока будут поставлять на Туровский молочный комбинат. Мы находимся в предприятии ООО «Дяковичи» на строящемся объекте молочно-товарном комплексе «Дяковичи». Рассчитан мощностью на 4500 голов, 2400 голов дойного стада. Суточное производство молока планируется на уровне 60 тонн. Первый год запуска. Дальше мы планируем увеличивать надой. Животные здесь будут исключительно галштинской породы племенные. Завезены из-за рубежа с удоем свыше 8500 килограмм за лактацию. То есть мы планируем в первый год получить 27-28 литров молока и наращивать темпы производства 30-32-35. То есть мы не видим преград для достижения поставленной цели. Цель этого комплекса – обеспечить Туровский молочный завод качественным сырьем для производства сыров. Потому что сыры Туров производятся по итальянской технологии. Мощность Туровского завода 750 тонн в сутки, а мы будем производить только 60-70. У нас есть 9 хозяйств в Республике Беларусь, которые планируем все мощности заполнить. Часть средств на строительство – кредит Банка развития. Все оборудование – стойловое и молочнодоильное итальянского производства. 50% его сейчас находится на таможенном складе. В будущем за установкой будет следить представитель итальянской компании. Это так называемый шеф-монтаж. Кстати, выбором производителя занимались сами животноводы. Те люди, которым потом и нужно будет пользоваться этим оборудованием. К этому вопросу подходили, скажем так, наши животноводы. Долго выбирали. Это все длится с 2017 года. Были поездки в Италию для того, чтобы именно определиться с фирмой, которая будет поставлять оборудование для этого комплекса. По срокам мы должны сдать ее 1 октября этого года. Оборудование здесь поставляется полностью все итальянское. Стойловое оборудование поставляет ротогвида. И молочнодоильное оборудование поставляет организация итальянская ТДМ. Значит, практически 50% оборудования уже на таможенном складе. Из них процентов 30-35 уже растаможено. И дальше идет растаможка. На данный момент у нас уже готова вторая позиция под установку стойлового оборудования. До октября для работы на новой ферме будут подбирать персонал. Если потребуется, людей обучат всему необходимому. Зарплаты работникам обещают высокие. А тем, у кого нет в районе жилья, дадут квартиру в строящемся сейчас арендном доме. Марина Джалая, Валерия Гапанько. Новости недели. Житковический район.